привет друзья меня зовут наталья мясникова я экскурсовод в городе улан-удэ пурятия и сегодня я хочу вам показать три способа заваривать чай саган-дали его называют еще саган-даля саган дай-ля а вообще это рододендрон адамса который произрастает на границе горных лесов верховьях саян горного хребта хамардабан и горного хребта баргузинский итак первый способ если вы завариваете одну чашку такого чая то вам понадобится всего лишь пару листочков сам чай выглядит вот так это высушенный и собранный в момент цветения лист кустарника иногда с цветами можно увидеть сбор вот мы берем только три листочка на чашку так выглядят листочки отламываем один листочек два листочка три листочка можно также использовать два сантиметра стебля эффект будет похожий добавляем кипяток часть заваривается около 7 минут можно выдержать до 20 сразу появляется очень приятный аромат я еще не встречала людей кому он бы не понравился следующий способ заварить чай саган дали это на заварник и мы его смешиваем с обычным чаем мы можем взять зеленый или черный чай тогда на чайничек нам понадобится уже чуть чуть больше около пяти листочков саган дали 1 2 3 4 5 наливаем кипяток и завариваем как обычный чай третий способ это когда мы завариваем не с чаем черным зеленым а с борами например вот как здесь здесь состав входит облепиха есть здесь чабрец и иван чай также высыпаем чайничек он уже здесь находится в составе сбора этому мы его просто завариваем кипятком также ждем несколько минут чтобы чай заварился нужно помнить что отвар саган дали является сильным тонизирующим напитком таким же примерно по силе как и кофе его нужно принимать с осторожностью людям с высоким артериальным давлением также постоянно чай саган дали пить не рекомендуется если вы пьете его в течение месяца то нужно делать обязательно перерыв в дни болезни в дни витаминоза хандры этот чай поможет вам поднять тонус настроение добавить жизненных сил пожалуйста принимайте его аккуратно спасибо что посмотрели это видео приезжайте к нам в гости на берега священного озера байкал в бурятию